Альметьевск Памятник дороже денег. Уроженец села Нижняя Абдулова на свои средства установил в селе два мемориала. Такие памятники нам нужны. Вот что значит грамотная помощь. Десятки семейных пар, обратившихся в НУР, передумали разводиться и решили сохранить семью. Проблемы, которые сталкиваются молодые люди в процессе становления своей семьи, они возникают у всех. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молоко, пироги, блины – лишь малая часть их блюд, которыми представлена на празднике чувашская кухня. Кроме кулинарных изысков, национальные подворья выставили предметы быта, домашнюю утварь, различные игрушки и сувениры, сделанные ремесленниками. Спереной эти куклы мама делала своим деткам. Они как защиты идут. Делали их, ну, раньше без игла, в основном их вязали. Просто делали, собирали, например, лоскуточки из оставшейся, что у них было, отрубали. И вот, когда они навязывали эти куклы, они наговаривали самые теплые, добрые слова. А потом эти куклы, и обязательно, чтобы они были без глаз. В Альмитинском районе проживает около 70 национальностей. Здесь представлены самые крупные. Мар-2, Чуваши, русские, татары и казахи даже есть. Было единство между народами, между национальностями. Они, чтобы всегда вместе были. Вот это, я думаю, праздник всех объединяет. Вот это самое главное. Праздник этот нужный, нравится. И хочется поздравить всех жителей Альмитинска с этим Днем Республики. И чтобы все народности татарстара жили в мире и дружили, как сейчас живем. Гостей праздника развлекали народные ансамбли. Для любителей живописи – выставки картин, повествующих об истории татарской земли. А вот это огромное полотно из цветов ко Дню Республики сделали воспитанники 24-го детского сада «Гульчащек». Около 300 живых ризантем и роз на площади полтора на три метра. Ну и как же без игр и состязаний? Маленькие жители Альмитинска соревновались в самой настоящей велогонке. Не все из них еще умеют говорить, но сложную трассу преодолевают с легкостью. Давай, давай, бегай, 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 догоняй, догоняй! Такие велозанятия для самых маленьких альмитинсцев будут проходить на базе детского сада «Золушка». Любой ребенок может прийти, записаться в наши школы и проводить вот такие крутые виражи на базе детского сада. Мы вместе с родителями построили дороги, горки, всевозможные препятствия, чтобы детям было интересно. Далее награждение. Все как у настоящих спортсменов. Глава района Айрат Хайрулин осмотрел выставки, пообщался с народными коллективами, попробовал национальные угощения. В своем выступлении Айрат Хайрулин подчеркнул, что сегодня Альмитинский район является одним из наиболее развитых районов республики. Здесь реализуются более 30 социально значимых программ, строится жилье, ремонтируются дороги, школы, социальные, спортивные и культурные объекты. Уверен, что и в следующем году и Альмитинск, и наш район обогатятся новыми проектами, новыми предприятиями, знаковыми объектами, для того, чтобы мы могли себя чувствовать уверенно и хорошо. Гаремблен, с праздника вас! На сцене отметили жителей города, внесших весомый вклад в развитие Альмитинска. Они получили государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма Совета и Исполкома района. Эдуард Прокопьев, Людмила Воронина, Альмитинск ТВ День республики отметили и в микро- районе Западные ворота. Праздник получился не столько официальным, сколько семейным. Управляющая компания «Алсу» организовала для детей игры, конкурсы с подарками, а также шоу мыльных пузырей. Перед жителями окрестных домов выступили артисты. Такой праздник для своих жителей управляющая компания проводит не в первый раз. Во дворах домов, которые она обслуживает, отмечается День соседа. Играми, конкурсами и чаепитием сопровождаются даже субботники. 10 сентября в Альмитинске пройдут дополнительные выборы депутатов Альмитинского городского совета. Напомним, что те, кто не сможет прийти на избирательные участки в единый день голосования, имеют возможность проголосовать уже сейчас. Досрочное голосование началось 30 августа. Если кто-то в настоящее время хочет уехать, либо в командировку, либо в отпуск, либо какие-то иные причины, допустим, кто-то собирается лечь в больницу на плановое лечение, иные какие-то уважительные причины, связанные с отъездом из города, 10 сентября есть целых 10 дней, где можно проголосовать досрочно. Сейчас досрочное голосование проходит в здании исполкома. 6 сентября проголосовать заранее можно будет и на избирательных участках по месту регистрации избирателей. В рабочие дни отдать свой голос за кандидата можно с 16 до 20 часов, в праздничные и выходные с 8 до 16. В единый день голосования, 10 сентября, все избирательные участки будут открыты с 7 утра до 8 часов вечера. Напомним, что по интернациональному одномандатному округу выдвинулись 7 кандидатов, 3 от партии и 4 самовыдвиженца. Подробную информацию о них можно узнать на избирательных участках, на официальном портале Альметьевского муниципального района, а также по телефону, который вы видите на своих экранах. 1 сентября все правоверные мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа и паломничества в Мекку и провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям. В мечетях Альметьевского района в этот день проходит праздничный намаз. Отличительная традиция праздника – жертвоприношение. В этом году особенное. В качестве жертвенного животного решено забить верблюда. Жертвоприношение можно совершать 3 дня, и все эти дни празднуется Курбан-Байрам. В воскресенье в 13 часов в городском парке будет организована праздничная программа. Гостей ждут игры для детей, концерт, а также плов, приготовленный на открытом огне. Уважаемые альметьевцы, всех поздравляем с наступающим праздником Курбан-Байрам. Пусть этот светлый праздник будет для нас благим, и пусть этот хороший, добрый праздник будет способствовать нам сближению, то есть приближиться к Аллаху, приближиться к Богу, и пусть этот светлый праздник войдет в каждый дом, и пусть каждый, то есть Аллах сделает так, что все наши молитвы, все наши добрые деяния примутся именно в этот день. В селе Нижнее Абдуллово появились новые мемориальные комплексы. Памятники стали подарком землякам от благотворителя, уроженца здешних мест. Все подробности у Эдуарда Калинкина. Радик Равилов уроженец села сейчас проживает в набережных Челнах. Один из памятников, который он подарил землякам, посвящен ветеранам тыла. В годы Великой Отечественной войны свыше 200 жителей деревни работали без отдыха, обеспечивая фронт продуктами и одеждой. Мы бы без столовиков эту войну, наверное, не выиграли бы, потому что наши дедушки, женщины, которых мужья, уехали на войну, и дети маленькие, это уж дети войны. У нас и памятник называется «Теловикам, вдовам и детям войны». Для молодых подругов нужно быть, чтобы они узнали, как прошли военные времена, как жили люди. Тяжелое время было, очень тяжелое. Это молодые поколения не знают, поэтому памятники надо. Вторым мемориалом стал памятник воинам-интернационалистам. В 80-е годы участниками боевых действий в Афганистане и Чечне стали 19 юношей из деревень Нижней Абдулова и Елхова. Все они вернулись домой живыми и невредимыми. Такие памятники нам нужны, потому что мы воспитываем будущее поколение. Если мы забудем историю этой страны, будущего не будет. История должна продолжаться. Эдуард Калинкин, Елена Морданшина, Альмитевск ТВ. Все ближе главный праздник нефтяного края – День нефтяника. Альмитевск отметит 2 сентября. Самые зрелищные мероприятия пройдут на площади Ленина, улице Гагарина и площади перед дворцом спорта «Юбилейный». На площади Ленина уже установлены трибуны для гостей. Как и в прошлом году, они размещены перед драмтеатром, чтобы зрителям было удобно наблюдать за театрализованным представлением и шествием. Они начнутся в 10 часов и продолжатся концертом популярных артистов Татарстана и России. В 11 часов на улице Гагарина развернется фестиваль уличных театров. С 12 часов на площади перед дворцом спорта «Юбилейный» стартует конкурс профмастерства молодых работников производственной группы компании «Татнефть». С 17 часов на площади нефтяников будут выступать популярные артисты. Александр Панайотов, группы «Ума Турман», «Градусы», «Ночные снайперы» и «Би-2». В городском парке в 18 часов начнется концерт артистов эстрады республики. Праздничный салют озарит небо в 22 часа. Заходите на наш сайт, там размещена подробная афиша праздника. 1 и 2 сентября в Альметьевске временно будет закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах. Связано это с проведением генеральных репетиций и праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и газовой промышленности, а также конкурсу профессионального мастерства. В пятницу, 1 сентября, будет перекрыта улица Ленина на участке от улицы Радищева до улицы Мусы Джалиля. В День нефтяника, 2 сентября, будут перекрыты сразу несколько улиц. Ленина, Гагарина, Белоглазово и Тимирядево. Полную информацию смотрите на нашем сайте. Рекомендуем заранее продумать свой маршрут. Спортсмены-любители и профессионалы готовятся к соревнованиям Татнефть-Альметьевский марафон 2017. Соревнование стартует 2 сентября возле Дворца культуры Дневче. Тематика сентябрьского забега – музыкальность. 8 музыкальных точек на трассе помогут задать ритм и преодолеть любую дистанцию. А после финиша всех бегунов будет ждать концерт Би-2, Ночных снайперов и Ума Турман. Каскад прудов, парк Шамсенур, площадь Ленина, а также обновленный в прошлом году пляж городского озера. Все это не только часть забега, но и места, которые обязательно стоит посетить в Альметьевске. Определение победителей, призеров и награждения пройдет 8 октября на заключительном забеге серии «Татарран». Подробную афишу вы можете посмотреть на нашем сайте. В Альметьевске перед праздниками приводят в порядок не только газонные цветники, но и деревья. Сейчас в опрятный и нарядный вид приводят деревья по улице Ленина и на каскаде прудов. В течение года специалисты участка озеленения городского управления автодорог подстригают более 3000 деревьев и кустарников. Формовочную стрижку проводят три раза в год. Столько же и санитарную обрезку. Делают это не только для красоты, но и для того, чтобы зимой при обильных осадках ветки не ломались. На сегодняшний день большая часть работы уже выполнена. После формовочной резки деревьев становятся они красивее, как бы какой-то придаем, какую-то форму придаем. А санитарная обрезка сама по себе уже говорит, мы убираем больные ветки, высохшие ветки убираем. Ну, как говорится, делаем красивее. Семейные пары в Альметьевске могут получить бесплатную психологическую помощь. На консультацию специалиста супругов приглашает психолого-педагогический центр НУР, переехавший на новый адрес. Теперь центр расположился в центре города и помимо детей принимают еще и молодые семьи. Несмотря на то, что работа в новом направлении только начата, результаты уже есть. Все семьи, посетившие центр, забрали заявление о разводе. Уже в холле гости получают психологическую помощь. Им предлагают раскрасить специальную антистресс-раскраску. Затем консультация у психолога. Говорить можно о чем угодно, поделиться тем, что беспокоит, пожаловаться, позлиться. Специалист выслушает и поможет найти выход из ситуации. К слову, в последнее время гостями этого кабинета все чаще становятся те, кто решил вступить в брак. И молодые, решившие развестись. Работа проводится совместно с ЗАГСом и дает результаты. Все молодые пары, рассказавшие о своих переживаниях к психологу, передумали разводиться. Проблемы, которые сталкиваются молодые люди в процессе становления своей семьи, они возникают у всех. И пусть это молодых людей не пугает. Если, допустим, они в кругу семьи не могут разрешить какие-то проблемы, пусть они знают, что есть специалисты в городе, и их много, не только наш центр. Их много, пусть они приходят и разрешают свои ситуации, потому что это все разрешимо. Как и прежде, центр помогает детям и подросткам. Работа с ними проводится индивидуально и в группах. Здесь тоже результат говорит сам за себя. Ежегодно десятки трудных подростков снимаются с учета с положительной реабилитацией. Мы планируем уже начать работу систематическую по малым группам. Собирая детишек в малые группы по 5-10 человек, проводить тематические занятия интерактивные. Ну, различные тематики психолого-педагогического содержания. Это и коррекция эмоциональной сферы, это и коррекция поведенческой сферы, развитие коммуникативных способностей, снижение уровня агрессии. Центр психологической помощи существует уже 16 лет. До последнего времени он располагался в старом здании по улице Советской. Совсем недавно НУР переехал в центр города на Ленина-36. До него стало проще добраться пешком или на общественном транспорте. И это не главное, что отличает новый НУР. Новый НУР, он полностью соответствует своему названию, луч, светлый. Мы постарались функционально раскрасить, по-другому не скажешь, психологическую службу в яркие тона. Потому что считается, что первый этап коррекционный в жизни человека, который обращается за психологической помощью, начинается уже с первого шага в то заведение, в которое он обращается за этой помощью. Чтобы попасть на бесплатный прием, достаточно позвонить по телефону 32 89 60. Специалисты назначат встречу на удобное время. И в завершении выпуска узнаем, какие сюрпризы приготовила для нас погода. Первый день осени порадует Альмитевск солнцем. Осадков в пятницу не ожидается. Температура воздуха ночью 12 градусов, днем 22. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом у нас все. Берегите себя и своих близких. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и только хороших новостей. Альмитевск. 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 Альмитевск.